Нормативов нет. По предварительным данным, виновата либо неисправная проводка, либо непотушенный окурок. Идет следствие. В Большом театре играет очередной акт сложного спектакля под названием «Реставрация». Работы уже спустились ниже исторических этажей. Готовы галереи парадных комнат, зрительный зал освободился от строительных лесов. Реставраторы заканчивают восстановление уникальной деревянной мебели для лоши портера. Большой по планам должен распахнуть свои двери для зрителей в будущем году. За процессом наблюдала Алена Акиньшина. Тяжелая вещь. Я поднять больше не могу. 19-й – золотой век российской мебели. Неподъемный для женщины, драгоценный для реставраторов. С начинкой из конского волоса и морской травы они могли бы служить еще лет сто, но обивка подвела. Шелк треснул под бременем времен, тел и советской реставрации. Может из-за недостатка финансирования были использованы, так скажем, совершенно эти материалы. Паралон, допустим, потому что паралон со временем просто истлевает, вращает, даже не в труху, он просто поясом прилипает. И, в общем-то, многие вещи лежали на обойке. То есть ты снимаешь обойку, и кресло все рассыпается. Стулья описали, разобрали на части и снова склеили. Да так, чтобы швов было не видно. Для реставраторов главное – вернуться в прошлое. А ситровый клей из плавательного пузыря – рецепт 200-летней давности. Разбавленный зеленым чаем, схватывается намертво. Кстати, раньше русскую мебель, которую, в общем-то, во всем мире считается, была лучшей качественной. Иногда отличали, могли от французской, отличить только тем, что там использованы рыбы-клеи. Могли какой-нибудь потек клею поцарапать пальцем, понюхать. А рыбка – значит, это русская работа. Столы, стулья и диваны собирали по всем гримерным, бутафорским и ложам театра. 50 лет они стояли в разнобой. Теперь будет стул к стулу. Гарнитур из красного дерева для президентской ложи – ручная работа. Кресло с золочеными ручками для зала попроще. Обычных зрителей ждут места фабричного производства. Широкие публики, которые приходят на спектакль, конечно, лучше не сидеть. У нас публика тоже разная бывает. Рассказывать не буду, как все происходит. Эта роскошь переместится в самое сердце Большого – в зрительный зал. Здесь только-только сняли леса. Два года расчищали, выстукивали и искали. Под слоем краски и гипса нашли папье-маши и деревянные панели. Секрет акустики императорских залов. Готовы галереи парадных комнат. Здесь проложили и спрятали все инженерные сети, электропроводку и вентиляцию. Она была естественная. Вот в этих залах она была естественная. Проходила через форточки, через окна, через двери. А сейчас современная система. То есть сейчас Большой театр полностью укомплектован самыми последними технологиями инженеров коммуникации. Самыми последними. Они внедрены в старые стены, в старые перекрытия, в старые полы. То есть они спрятаны все здесь. Вы их сейчас не видите, но они есть. Он примет облик старинный, но будет новым изнутри. Шесть ярусов вниз. Сейчас вся работа идет на глубине. От шума и пыли разбежались даже вездесущие коты, сотнями бродившие по галереям храма Мельпомены. Кошки были полноправными хозяевами Большого театра. Особенно они любили за кулиси главной сцены. Им все равно было, кто сегодня выступает звезда мирового или российского масштаба. Они гуляли сами по себе и, конечно же, где и вздумается. Их терпели лишь только потому, что они избавили театр от еще одной напасти – мышей. Однажды кошка появилась в Лебедином озере. Лебеди замерли. В другой раз животные гуляли по Нилу, в Аиде. В зал начинает смеяться, там исполнитель ничего не понимает. По-моему, с Маквел Филимоной, к Сарашвили, такая история была. Наиде кошка, по-моему, выбежала и ушла. То есть вот так вот совершенно продефилировала. Никто не может понять, в чем дело, а смех в зале. Театр ушел вглубь, а кошки – в соседние подвалы. В Новый Большой, пообещали строители, им больше не пробраться. Алена Агиньшина, Филипп Дубровский, Вести, Москва. Такой была неделя в городе. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok